Вопрос, внимание, они знаете, как волнуются? Расставь по значимости для тебя три понятия и обоснуй выбранный порядок. Достаток, согласие и верность. Согласие, верность, достаток. Да ладно. Так, Саша, не вмешивайся, тут женская беседа. Почему, дорогая? Без согласия не может быть семьи, не может быть союза. Да, верность, ну, само собой разумеется, верность должна быть в семье. Все должны быть верны, любимы. Достаток, заработаем. Спасибо большое. Заработаем, сказала она на сцене. 12 Алла Козлова. Это прекрасно и для вас вопрос. На тебя напал приступ ревности, как ты его погасишь? Нажарю картошки, налил стакан молока и все это съем и выпьем, и выдохну. Выдыхай, выдыхай. Все правильно. Спасибо огромное. Саша. Итак, как завелось? Номер и имя. Номер 4. Пошел к себе. Ксения, вопрос такой. Подготовься. Любимый начал проявлять повышенный интерес к твоей подруге. Твои действия. Я думаю, у любимого будет прическа порчена. То есть народная мудрость, я которую сейчас не буду называть, не срабатывает. Ну, понятно. В общем, сразу, руками. Молодец. Расы в дамки. Спасибо. Спасибо. Шабиева Анастасия, номер 19. Ну, внимай. Случайно обнаружила у мужа записку от поклонницы. Та-да-да-да. Твои действия. Ну, я бы не стала это выносить, как говорится, на общий спор, да, домашний. То есть подождала бы какое-то время и посмотрела бы на его поведение. Я думаю, что если у моего мужчины есть поклонницы, это даже мне льстит. Значит, у меня красивый мужчина. А я знаю, что он любит только меня. Спасибо тебе большое. Вот интересно, знаешь ли. Арина Калачик, номер 18. АПЛОДИСМЕНТЫ. Ариночка, такой вопрос. Как погасить приступы ревности мужа, если привыкла быть в центре внимания? Перед этим центром внимания засос мужа поцеловать. Перед всем центром внимания мужа. Интересно. Продолжение следует... ...